всем привет дорогие друзья подписчики и гости моего канала с вами хоакин и мы продолжаем проходить игру под названием yes you grace ну что ж ребят прошлой серии мы заручились неплохой поддержки наших вассалов теперь у нас имеется армия примерно 800 человек но конечно с припасами и золотом у нас есть небольшие проблемы но мы можем решить эту проблему если продадим картину грегору тогда нам предоставить 300 воинов 150 голды и около 100 единиц пищи но это ребят в крайнем случае потому что мне кажется там есть какой-то подвох и я предлагаю пока что у нас осталось 8 недель тихонечко копить ресурсы конечно если смотреть то пищу у нас пойдет в минус насчет золота ну золото мы можем подкопить маленько но давайте пока перейдем к следующей неделе и посмотрим что будем делать дальше грэвну 22 неделя и так одри ваша светлость у нас будет королевский суд когда прибудет его прямо перед битвой таким образом он может сам присутствовать на суде я надеюсь что мы будем готовы к тому времени но это отлично он как раз прибудет перед самой битвой и если мы докажем нашу невиновность у нас еще будет 3000 воинов а это ребят хорошая армия чтобы противостоять родовцам ну ладно у нас еще есть время на подготовку поэтому постараемся найти виновного помните что наши агенты могут быть полезны для расследования предметов которые мы нашли я знаю одри все будет отлично итак сперва слушаем генерала ваша светлость я помог владельцу таверны избавиться от развратников я не знаю что там замышлялось но когда мы приехали там был полный беспорядок я рад что вам удалось положить этому конец ладно дальше лорда это на зря конечно мы вызвали но поговорим чем будет полезен ваша светлость как идут дела вы все еще продаете пыль оракула лорд это конечно эрик то что вы не поддержали меня не означает что другие не захотели мое дело процветает так нет присоединяться не буду ну и останавливать его смысл мне думаю влезть с ним конфликт наверно пусть занимается у нас пока других проблем полно я рад идите что я вмешался вашу торговлю ранее все хорошо во всяком случае это к лучшему теперь нашел намного лучшее место для торговли этот сосуд используем для разогревания гриентов для зелий довольно распространенная вещь вы можете приобрести их у любого продавца я никогда видел сосуда с таким орнаментом это точно не моё вы знаете чё это может быть откуда мне знать может идти но что-то не договорит такое чувство так торговец ваша светлость и и на спирки ч странствующий торговец у меня для вас одна уникальная коллекционная вещь набор карточек но прежде чем вы прогоните меня просто взгляните на них видите на каждой карточке изображены красивые экзотические женщины я понимаю что королева может не одобрить их но ей и не нужно знать всего за 12 золота это же тот шут с красными перчатками которые обманулым как и у леди маша вроде я нас не так ли я узнаю ваше имя и у нас да к вашим услугам почему спрашиваете я думаю что вы останетесь здесь со мной мне показалось что ваши перчатки мне знакомы ты сейчас отправишься в темницу полагая там есть тот кто хочет поговорить с тобой это недоразумение меня зовут йотан да йотан а не и нас возможно нам следует пригласить леди машу сказать ей что мы нашли потерянного друга конечно мы пригласим так давайте сразу отправим чтобы не забыть пригласить да все правильно мы приглашаем пока с ней сразу все решим все дела ваша милость пусть боги был след от вас за вашу поддержку постройки святилища многие люди надеются на светлое будущее боги уже показали нам знаки своей милости погода была особенно хороша для нашего урожая мы бы хотели отпраздновать это сегодня вечером мы подготовили праздник для всех ночью мы собираемся принести дары богам чтобы поблагодарить их за милость чтобы показать вашу поддержку мы просто просим вас о нескольких мешках припасов чтобы добавить их нашу общую кучу или ведьму которая могла бы помочь нам отправить дары прямиком к нашим богам ведьма у меня 23 припаса вот черт мне потом будут армией чем кормить ну не знаю ребят так ну если мы дадим ему припасы что у нас будет но мы получим лояльность народа хорошо останется у нас примерно 20 вычитаем там где-то ну совсем немного припасов но может быть налог будет больше платить давайте попробуем я надеюсь что вы хорошо отпраздните этих запасов должно быть достаточно что боги остались довольны спасибо ваш светлость боги вознагрятят вас за добрые дела надеюсь только там армия нечем будут кормить ваша светлость генерал помог вышел на развратников из моей таверны надо сказать это было очень кстати мужчины и дамы переехали в другой пап в конце деревни я потерял большое количество клиентов поэтому пройдет некоторое время прежде чем я снова начну получать прибыль замечательно я желаю вам удачи восстановление вашего дела и пожалуйста не позволяйте этому случиться снова конечно ваша светлость ваша светлость я принесла вести кажется сервису какая-то странная аномалия возможно магия разноцветные огни из ниоткуда посреди ночи выглядит опасно вы знаете еще что-нибудь об этом я посетил оборку деревню рядом с лесом наутре после одного из этих беспорядков они сказали что дети лорда йована пропали в эту ночь говорю вам это все магия ведьма у меня занята да нету и уверен что лорд сможет справиться с этим сам если нет я думаю он навестил у меня лично но да конечно будем надеяться что вы правы и ничего плохого не случится ёван это случай не тот который говорил чтобы мы фридрика позвали я продаю мешки с припасами ваш светлость позвольте мне помочь вам у меня самые лучшие цены во всем довернее только 28 золота ага что думаете это все пожалуй на этом все спасибо я понимаю я вернусь доверно через несколько недель ваш светлость до встречи мне ты дорого берешь очень дорого есть с припасами тут не прогадал ладно так маша мы отправили сообщение еще так на будто служать припасами причем очень неплохо так кодри что у нас еще так что нас армия понятно ничего нового пока что все давайте так сходим сейчас мы к ведьме там что она узнала а ее и нету блин я нету она еще не прибыла видимо а генерала нам посылать никуда ну ладно в принципе тогда можно пропустить этот день раз ничего такого важного не произойдет какой представитель наш и так да по припасам все у нас плоховато пока но армия прибавляется налоги платят также нисколько не больше не меньше это печально но ведьмы в принципе можно нанять я думаю да у нас как раз вернется задание а генералу сейчас мы зачем опять платим если мы уже один раз оплатили ему но на задание не вышел да черт но в принципе 11 20 минус 20 золота пока что мы минус идем по золоту я надеюсь что они помогут нам ладно давайте продолжим хотя вот принципе генерала можно было бы оставить но я не знаю что он ждет может быть надо будет куда-то отправить его но ведьма нам по-любому нужно может и нет ладно ставим посмотрим кто прибудет к нам но припасом очень хреново ребят грэвна 23 недели сколько народа ваша светлость я нашла совпадение веществ в этом флаконе с ядом используем на талисе и так совершенно точно что этот флакон использовался для отравления талиса но что этот флакон делать под бранкой я не знаю ваш светлость спасибо это будет полезно в нашем расследовании я очень благодарна за вашу помощь ваш светлость как и было обещано я вернул вам золото и даже немного больше очень хорошо вы держали свое слово в конце концов спасибо вызвали меня ого неплохо золото нам выгодное вложение было угадайте кто моей темницы а вы поймали этого мелкого хорька не так ли вот немного золота вам за ваше неудобство спасибо ваша светлость еще золото было блин ребят разжились и нам еще дали войско отлично принципе там осталось вроде бы все мне так мы своими силами даже наверно сможем накопить армию ну кроме еды у нас принципе по остальному все в порядке ваша светлость ваш генерал не спал всю ночь дежурил в нашей деревне и это напугало ведьму но баба яга вернулась снова ее люди на лошадях они появились они захватили три деревни ваш светлость они оставляют всех кормить своих детей огромным количеством пищи мы боимся что она придет за ними ваша светлость она хочет их съесть вы должны что-то сделать ее помощники сейчас там пожалуйста пришлите своих людей они в трех деревнях красный конь в обороке черный конь яблоньки и белый конь белки я посмотрю что могу сделать ваш светлость я отметил те места на карте для вас если вы откроете карту то сможете отправить разведчиков в эти места спасибо ваша милость я знала что мы сможем рассчитывать на вас окей ваше величество рады видеть вас снова я прислал кое-какие новости я слышала вы продали некоторые картины лорду нет мы не продавали он класс что совершил с вами сделку да он посещал меня я не уверена какова ваша позиция по этому поводу но просто хотела сказать дать вам знать лорд везмари не коллекционер произведений искусств он художник и эго маньяк он покупайте прекрасные работы чтобы сжечь их это величайший позор потому что эти картины очень ценные и художники определенно заслуживают признания но он считает что его выходки это настоящее искусство просто имейте ввиду что если вы продадите ему картину то полагаю он сожжет ее конечно спасти большое что рассказали мне об этом я должен поговорить с ним об этом но там дает нам неплохие деньги за картину конечно это грегор да это грегор банкир пришел будет говорить насчет еды ну не знаю ребят по еде в принципе сейчас нам союзники если маша присоединиться к нам плюс 3 еды но еще армия добавилась же еще добавился и армия поэтому я не знаю как правильно поступить но сему банкира возьмем отдавать то нам чем будет ему в принципе нечем я так думаю не знаю ребят она дала нам армию но блин у нас же черт ребят я не знаю отказаться что лет банкира но возьмем сейчас мы его я слышал что ваш казна опустела ваш светлость хотя бы хотел предложить свои услуги еще 10 переплачивать блин не знаю не знаю насчет этого пока что но в принципе сейчас должно хватить я думаю на один раз то нам а потом может разберемся но если мы одолжим даже у нас будет золото там например а точнее припасы думаю что должны так то ребят но в принципе но блин не знаю ну ладно давайте припасы хорошо уговорил хорошо просто не будем тратить их что-нибудь еще ваш светлость это все данный момент банк для фронтин всегда рад помочь надеюсь я правильно сидел сэдони какого черта листать делать тронном зале это мой новый разведчик шипучка снова вернул с поиском питомца ну я же не могу отправить простые игрушки на задание они ничего не понимают как бы я не объясняла кроме того лису было трудно завербовать это потребовалось времени одри это безопасно одри нормально лежать лесу в замке конечно это всего лишь лис он не должен заставлять слишком много хлопот ваша светлость почему шипучка просто потому что он шипит хорошо держи его шипучка может остаться да шипучка скоро станет известным на всю окку на всю округу сначала в доверне за его благородные поступки затем ватане как только мы вернем ларсулю и пылинку возможно он мог бы соперничать с драконоборцем но кси однажды как только он пройдет инициацию я отправлю его на задание шшш аурелия пришла как ты себя чувствуешь дорогой я беспокоюсь за тебя ты дважды потерял сознание что если станет хуже кто кто займет трон я думаю нам нужно приложить больше усилий дорогая дорогой возможно одри прав нам нужно стараться изо всех сил мне кажется что я не выполняю свой долг как королева в это время в этом возрасте король должен иметь сына это твоя ошибка ты должна стараться чтобы обратить мне сына нам нужен премьер иначе и возглавить даверн конечно дорогой может быть возможно ты мог бы прийти ко мне сегодня ночью когда все уйдут спать у меня есть идеи как сделать все более интересно может быть это поможет взял обвинил ее я думаю что в реле слишком беспокоится обо всем я должен сделать что-то чтобы ей стало лучше может быть какой-то маленький подарок чтобы напомнить ей что я люблю ее несмотря ни на что а какой подарок мудри мудри так вот расследование все понятно ты мне отри больше ничем не поможешь так по поводу голубя я бы пригласил бы Йована узнать там то что насчет детей в чем проблема и возможно Грега ну парьми нам не хватает примерно человек 80 если бы Грега просто армию дал свою но мы не знаем как реагирует в принципе время еще есть давайте пригласим в Пирай Йована так зал совета ваша светлость как я могу помочь пусть духи направят вас так ведьма проверила вещество внутри флакона она подтвердила что она совпадает с ядом который использовали для убийства Талиса найдите знатока где мы найдем знатока вот это вопрос ну можно отправить туда генерала сюда ведьму все в принципе но пока что все ребят я думаю можно пропустить этот день любимый я обнаружил в них тройки которые могут привести нас к человеку стоящему за смертью Талиса что ты нашел ничего да ребята я еще не нашел знаток в принципе я всех уже просил же союзников все кто приезжал к нам я всех расспрашивал никто ничего про это не знает кстати вот Аду надо позвать еще а я уже пригласил блин надо попробовать пригласить Аду может она знает обязательно надо пригласить ее хааа мне щекотно перестань с этой стороны ничего не получится что ох вот так это не так просто дочка прибежала ай азалия положила что-то в моей простыни я легла спать а теперь все зудит это просто порошок крапивы скоро пройдет блин что он тебя нашло как ты этого думал сазалия я больше не могу разговаривать с майей поэтому мне нужно найти другие способы развлечься это не справедливо это не справедливо по отношению к твоей сестре помоги мне ей избавиться от этого изгинь с глаз долой мы поговорим об этом азалия эх вот почему нет наследника престола да может быть мы пробуем в другой раз возможно мы все еще можем попробовать сегодня ночью так что у нас по припасам минус 38 при этом приход у нас так да не густо 24 только приход у нас а расход намного больше такими темпами мы прогорим а если один раз не содержать армию сразу минус 23 войн идет 6 недель осталось минус 23 война да печально ну ладно пока кормим тогда армию потом будет дальше видно что делать так ведьмы сцены мы нанимаем еще деньги нам позволяет да приход у нас неплохой все это позволяет нам делать ну чуть-чуть мы идем минус конечно по золоту но ничего страшного нам еще там подготовить генералы и ведьмы я думаю это мы в следующие дни подготовим пусть пока не выполняется бы задачу не знаю вот на видим пока тратить точно нельзя но на генерала в принципе можно подготовить его осталось 6 недель ладно пока так продолжим потом что-то подготовим гривна 24 неделя что там генерал ваша светлость я не знаю что происходит но когда я прибыл в деревню яблоньку она была окутана черными грозовыми облаками гром и ветер были очень сильны это странно потому что нигде не было ни капли дождя я посещал человека в черном на черном коне он действовал очень странно он выкрикивал слова на каком-то иностранном языке меня это всем не удивляет учитывая все что я слышал от христиан но что ты с ним сделал ваша светлость когда я прибыла в оборку у нее была очень странная аура было холодно и полно красного тумана я имел дело с человеком на красном коне но он оказался был околдован деревня успокоилась после этого спасибо за помощь но ведьм по всем деревням не сможет меня съездить так еще остался на деревне белка так успеем сперва узнаем что говорят нам люди так про флакон мы спрашивали магические аномалии я слышал что твой ребенок пропал это как-то связано с магией в лесу о а кто вам сказал не думаете ли вы что я пришел бы к вам лично если бы у моей деревни и мои семьи были неприятности кроме того у меня нет детей то кто это сказал вам вам это явно пытался вас обмануть мой свет не церемоний с этим парнем я бы не стал кто-то пытался нас обмануть вот гады вы присоединились к моему знамени понятно пока что все вот да зря только послал за ним кто-то пытался нас обмануть нам некуда обратиться за помощью ваш светлост разбойники властвуют на нашей деревне они сказали что перережут нам горло если мы придем к вам но мы больше не можем позволять им есть нашу еду пить вино и использовать наших женщин они хорошо вооружены а мы фермеры не умеем сражаться у нас нет шансов пожалуйста причите лучших генералов пока не стало слишком поздно более ну там принципе мне одна деревня могу я генерала прислать туда там видимо справиться что-то давайте ладно вы поступили правильно придя ко мне генерал немедленно отправиться к вам эти мрази заплатят за то что они сделали обещаю спасибо ваш светлость мы знали что можем рассчитывать на вас мне бы лучше вернуться домой побыстрее забаркадировать двери и ждать пока все закончится нормально да так народ опять счастлив приветствую моя светлость могу я подойти поближе да все ясно ясно у тебя очень интересно аура эрик позволь мне прочитать твое будущее я вижу рассказ будет очень интересным ага понятно разве ты не веришь в судьбу в моя светлость да я читала будущее многим королям и зачастую все сбывается это так просто между нами я обещаю тебе что расскажу что-то особенное про тебя и это будет правдой и тогда ты заплатишь мне в противном случае тебе не придется да ну давай да было ммм ага хорошо я вижу да я вижу ты прошел длинный путь своей жизни я вижу гипноз и ты мертв о нет слишком далеко копнуло вернемся немного назад твое путешествие трудный путь но ты был счастлив в окружении тех кто любит тебя но я вижу были трудности они его влияли на ваши отношения некоторые отношения были укреплены но некоторые рухнут хорошо позвольте мне перетасовать свои карты а ты продолжай смотреть мне в глаза твоя аура подскажет мне когда остановиться да да продолжай тасовать хорошо я думаю достаточно посмотрим о дурак но не волнуйся это не значит что один из них конечно нет это означает что вы делаете что-то новое новый цикл и ты хочешь чтобы все все тебе доверились в этом так ммм ага хорошо тебе могут доверять но ты должен быть терпеливым следующая карта справедливость да конечно это я вижу необходимость баланса и проницательности ты будешь искать мира это значит что скорее всего тебя что-то скоро потревожит ну хорошо последняя карта повешенные ну спасибо значит вы пытаетесь защищать чего-то большего так что-то что-то держит тебя в состоянии стресса и несчастья ты продолжишь попытки достичь своей цели на этом пути будут трудности это означает что все что ты знаешь перевернется с ног на голову новая информация возможно хорошая возможно плохая это все моя светлость я не знаю по мне так это ложь какая-то описаны описаны тобой события не совпадают с реальностью а значит мне не нужно платить я вижу что все идеально совпадает моя светлость я видел все ясно я не собираюсь платить за некоторые истории попробую погадать кому-то другому мне очень жаль моя светлость теперь я вижу откуда исходит все это зло это очень ясно да нафиг мне тебе платить еще золото за это цыганка чертова нагадала гадалка ну это все пока что так по поводу ухотников что у нас там карта да туда нужно отправить ведьму отлично да у нас конечно плохо по ресурсам но остальном все неплохо да отец ночная шутка что ты сделал с седаний прошлой ночью я знаю в следующий раз обещаю что буду использовать более мягкий раствор чем порошок крапивы как я просто скучаю по майя она всегда придумала чем заняться ты знаешь что она не может быть здесь я знаю но я просто скучаю по ней почему бы тебе не поиграть с кем-то из замка они все такие зануды они просто хотят поболтать о танцах или о том как правильно вести себя за столом или о том как ставить столовые приборы это ужасно ты крайне находчиво я верю что придумаешь что-нибудь новое интересное я знаю прости может быть я подраздню слух как ой почти забыла эта трещина выглядит странно как будто кто-то специально так оставил ее я не смогу достать так у тебя есть иглы о чем ты говоришь кстати нам говорит что в саду что-то странное видели но так мы ничего и такого не нашли да ничего мы такого не нашли вот раз так гадалки у нас нету найти знадыка и отпростить подозреваемых а кто у меня подозреваемых нету и знатоков нету ваша милость прощай шипучка не мешайте там тренироваться ладно так тронный зал ну ладно ребят давайте тогда перейдем к следующей неделе только нужно вызвать союзников я вот хочу поговорить еще с садой как раз время у нас есть поговорить с садой если что так потом я могу позвать еще грега в крайнем случае если у нас войска будет не хватать в принципе да ребят я думаю так ну сэра фридриха не знаю надо с садой поговорить насчет специалиста парами то я думаю мы наберем не так много осталось уж может ада что-то знает давайте отправим потому что если ничего она не узнает будем готовиться к армии будем пригласим грега чтобы уже организовать армию полностью так ладно ребят давайте завершаем этот день что у нас по ресурсам 38 да не густо при том что если мы будем готовить ведьму кстати по золоту мы маленько начинаем выигрывать генерал на задание а ведьму же мы тоже отправляли на задание да ну ладно ребят я предлагаю тогда эту серию завершить здесь на этом месте в следующей серии мы посмотрим что как правильно распределить ресурсы и возможно если нам не будет хватать армии или там каких то дополнительных ресурсов то мы все таки заключим союз грега и пожертвуем своей картины ну ребят не будем загадывать все узнаем в следующей серии ну а с вами был Хакин подписывайтесь на мой игровой канал ставьте лайк всем пока и до новых встреч пока 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 Продолжение следует...